Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. История России XIX-начала XX веков. 9 класс, за авторством Ляшенко, Волобуева и Симоновой. Параграф 22. Общественное и рабочее движение в 1880-е и начале 1890-х годов. Что было характерно для общественного движения 80-х-90-х годов XIX века? Было характерно разные течения, то есть и консервативное и либеральное, причем либеральное двух направлений, революционное, развитие марксизма, появление кроме крестьянских движений, появление рабочих движений и то, что эти движения между собой не договаривались. Термины. Эволюция, теория малых дел, марксизм. Личности. Катков, Михайловский, Плеханов, Засулич. Консерваторы. Засохранность самодержавия. Во главе консервативного лагеря в 1880-е годы стоял публицист и издатель Катков. Михаил Никифорович Катков с отличием окончил словесное отделение Московского университета, затем переехал в Петербург, где сотрудничал в либеральных изданиях. В годы польского восстания, 1863-64 годы, его убеждения резко изменились. Он стал защищать охранительное направление в политике правительства. Катков издавал газету «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». Довольно близко сошелся с Победоносцевым. В своих работах Катков, как и все консерваторы, отстаивал первичность и ведущее положение самодержавного государства, всячески критикуя слабость власти, якобы проявлявшуюся в годы великих реформ. Ценнейшим историческим итогом многовекового развития России консерваторы считали установление неограниченной монархии, обеспечивавшей мирное сосуществование сословий и суверенитет великой державы. В связи с этим они критиковали представительное правление, конституцию, политические свободы граждан и другие демократические идеалы. Консерваторы выступали против принципа всесословности, доказывая, что только гармония между властью и дворянством является залогом прочности государства. Поэтому они ратовали за экономическую поддержку государством помещичьего землевладения и охрану первого сословия от проникновения в него чужаков. Наконец, представители консервативного лагеря требовали пересмотра реформ 60-70-х годов XIX века. Таким образом, они надеялись укрепить позиции царизма и препятствовать демократическим процессам в России. Охарактеризуйте взгляды лидера консерваторов Коткова. Очень просто. Самодержавная власть есть основа основ, самое главное, самое лучшее, что только может быть, и любые попытки развития демократии, каких-то прав человека, это есть величайшее зло, подлежащее немедленному уничтожению. Как оценивали консерваторы результаты либеральных реформ? Крайне негативно. По их понятиям, эти реформы уничтожили, ну, уничтожали основу России, уничтожали власть России, делали власть слабой, поэтому эти реформы необходимо немедленно отменить. Либералы между консерваторами и революционерами Либеральное движение в 1870-80-е годы представляли оппозиционно настроенные интеллигенции и земские деятели. Они выражали свое недовольство административным произволом, требовали введения гласности, представительного правления, иногда конституции. Революция не входила в число средств политической борьбы либералов. Они предлагали решать насущные проблемы страны сверху, мирным, эволюционным путем. В переформенное время заметное развитие получило славянофильская идея созыва при императоре Всесословного Законосовещательного Земского Собора, выражающего общественное мнение. Земский Собор должен был стать инструментом связи царя с народом и защитить Россию от революционных потрясений. В эти десятилетия начинает развиваться и земское либеральное движение. Основной формой его деятельности стало проведение нелегальных собраний, на которых земцы вырабатывали свои требования к власти. Эти требования оформляются в виде верноподнических адресов на имя монарха, частных записок и прочих петиций к царю. В данном случае верноподнический адрес – это, по сути, записка с перечислением пожеланий, не требований, а именно пожеланий. Выражая преданность престолу, верноподнические адреса либералов содержали и просьбы о созыве земских съездов для решения вопросов местного самоуправления, создания Всероссийского земского органа в виде Общей земской думы или земского собора. Либералы предлагали включить в состав Государственного Совета представителей земств. В конце 1870-х годов состоявшийся в Москве тайный съезд земцев-либералов и их единомышленников из числа городской интеллигенции принял решение пропагандировать на местах идею введения в стране Конституции и одновременно предъявить правительству конституционные требования. Издание в России «Агитационные либеральные литературы» было запрещено, поэтому ее выпуск организовали за границей. Либералы справедливо отмечали, что отказ Зимнего дворца от реформ способствует активизации революционного движения. Единственным средством борьбы с народничеством признавалось продолжение начатых ранее преобразований. В 1879 году либералы попытались договориться с революционерами, предлагали им прекратить террористическую деятельность, выступить объединенными силами и потребовать от правительств введения Конституции, договориться с силом оппозиции не удалось. Более умеренные либералы, не требуя введения Конституции и представительного правления, довольствовались только представительством своих единомышленников в правительственных комиссиях, создаваемых для решения административно-хозяйственных вопросов. Либералы, лидеры набиравшего силу либерального народничества, выдвинули теорию малых дел. Они пропагандировали честную, профессиональную работу каждого на своем месте, утверждая, что это приносит народу больше пользы, чем безнадежные попытки насильно поставить Россию на путь построения социализма. Очень надо отдать должное разумная теория. Много времени и сил либералов отнимала борьба с торжествующими консерваторами – Победоносцевым, Катковым, Толстовым. Либералы обвиняли своих оппонентов в том, что, эксплуатируя верховную власть, они превращают Россию в колоссы на глиняных ногах. Консерваторы, прикрываясь интересами самодержавия и пользуясь необразованностью народных масс, нередко преследовали свои личные выгоды. Царствование Александра III в целом стало для российских либералов периодом безвремени, глухими годами. Какие изменения произошли в идеологии либералов во второй половине XIX века? В принципе, изменений было немного. Либералы в целом поддерживали реформы и поддерживали введение Конституции. Но появилось новое изменение, так называемая «теория малых дел». Часть, так сказать, умеренных либералов, которые не требовали введения Конституции, но при этом приглашали активно работать на развитие России, развивать страну, увеличивать количество образованных людей. И в принципе, эта теория, если бы она сработала, она действительно могла бы понемногу привести Россию к подлинному величию. Какие идеи славянофивов были популярны среди либералов? Это идея, ну та самая «теория малых дел», идея определенного такого народничества, четкой работы каждого на своем месте, четкой и честной работы для общего развития. И, естественно, поддержка именно российских начинаний, а не бездумная эксплуатация со стороны Европы каких-то европейских идей. О каких явлениях в общественной жизни России свидетельствовало рассвоение либерального лагеря, появление земского либерализма, умеренных и радикальных либералов, о том, что постепенно общество продолжало развиваться, политическая и социальная общественная жизнь активно развивались, появлялись все новые и новые лагеря, новые течения, то есть шло активное развитие общества. Либеральное и революционное народничество. Общественная жизнь страны в 1880-х-90-х годах была небогата событиями. В ней отсутствовали накал политической борьбы, отмечаемой в предшествующие два десятилетия. Лидеры общественного движения осмысливали недавний опыт, определяли свои позиции. Ужесточив репрессии и широко используя полицейские провокации, власть за полтора-два года после 1 марта 1881 года сумела разгромить народную волю. С этого момента влияние народничества в общественном движении заметно снижалось. Народники либо переходили на либеральные позиции, либо пытались объединиться в организации, лишь внешне напоминавшие своих предшественников. В 1886 году возникла террористическая фракция народной воли, основанная студентами Петербургского университета во главе с Александром Ильичем Ульяновым и генералом. Почему я отмечаю Александра Ильича Ульянова? Дело в том, что это старший брат Владимира Ильича Ульянова, которого мы все знаем как Владимира Ильича Ульянова-Ленина, лидера Октябрьской социалистической революции в России. Памятники которому стоят по всей России. Да, старший брат также был революционером, но революционером-террористом, в отличие от младшего брата, который к терроризму отношения не имел. Так вот, эта группа заявила о близости к социал-демократам, но сохранила приверженность основным положениям народничества, взгляд на крестьянство как на главную силу социалистического переворота. Организаторы террористической фракции были арестованы 1 марта 1887 года, незадолго до задуманного ими покушения на Александра III, и вскоре казнены. Ряды либерального народничества заметно увеличивались. Самый крупный его деятель, Михайловский, отстаивал собственную политическую программу. Он призывал бросить политику и сосредоточиться на малых делах, в число которых входила борьба за всеобщее начальное образование, отмена телесных наказаний, введение волосного земства. Народники вновь выдвинули лозунги народного строя, народного производства, призывая помочь крестьянам приобрести землю. Достижение своих целей они связывали не с революционными выступлениями, а с реформаторской деятельностью. Почему народники от призыва к революции перешли к практике малых дел? Потому что революцию они видели крайне вредным и крайне маловероятным событием. А вот практика малых дел, активно осуществляемая, приносила реальные плоды. И самое главное, правительство к практике малых дел относилось в пост и настороженно, но все-таки арестовывать как за терроризм и казнить, естественно, не собиралось. Все-таки многие из тех, кто занимался малыми делами, они были, например, простыми сельскими учителями, активно развивали образование в деревнях. И естественно, что правительство к таким людям относилось, может, и настороженно, но при этом их не трогало, потому что эти люди приносили реальную пользу. В чем сходство и различие взглядов либеральных и революционных народников? Либеральные народники считали, что нужно проводить реформы, нужно мирное развитие, а революционные народники считали, что нужно поднять революцию, построить социализм и будет всем рай. Но мы знаем, что никакого рая не будет даже после революции. Первые рабочие организации. Активизация рабочего движения не осталась незамеченной революционной интеллигенцией. Если первые рабочие объединения, Южно-Российский союз рабочих, появившийся в 1875, и Северный союз русских рабочих в 1878 году, находились под сильным влиянием народничества и самостоятельной роли в общественной жизни страны не играли, то позже положение изменилось. На предприятиях Петербурга, Москвы, Тулы, Харькова, Киева, ряда других городов выросли свои лидеры, вожаки стихийного протеста против притеснения со стороны владельцев предприятий, низкой заработной платы и других требований. С конца 1870-х годов к началу 1880-х стачки и забастовки постепенно становятся обычным явлением российской политической жизни. Особенно показательной и во многом переломной стала Морозовская стачка 1885 года на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуеве. Ее причиной послужила попытка хозяев предприятий, известных промышленников Морозовых, перевожить тяготы экономического кризиса на плечи рабочих. Снижение заработной платы, увольнение рабочих вызвали бунт, во время которого прозвучали призывы к разгрому конторы и избиению мастеров и инженеров. Вожаки стачки Моисеенко, Волков, Иванов придали стихийному протесту рабочих организованный характер. На общем собрании стачечников были приняты требования к владельцам мануфактуры. Затем эти требования вручили Владимирскому губернатору. Губернские власти, естественно, арестовали делегатов, направили на мануфактуру войска. На состоявшемся суде присяжные заседатели оправдали вожаков Морозовской стачки. После этих событий власти, общеимперские, осознали необходимость создания в России рабочего законодательства. Массовое рабочее движение заметно отличалось от традиционного крестьянского протеста. Слабо организованные крестьяне крестьянские выступления преследовали утопические цели, вроде воцарения справедливого монарха и избиения всех бояр, и не имели общественной программы и тактики действий. Особенность труда рабочих обусловила специфику их движения, организованного, многонационального, сплоченного, с собственными формами протеста в виде стачки и забастовки. Наконец, пролетариат получил идеологическое знамя – марксизм. Охарактеризуйте начальный этап развития рабочего движения в России. Рабочее движение в России достаточно быстро, после отмены крепостного права, там появилась стандартная для всех рабочих форма протеста – стачка и забастовка. И начали появляться какие-то объединения, которые объединяли этих рабочих в защите своих интересов. Когда и где произошла Морозовская стачка? Произошла в 1885 году в городе Орехово-Зуеве на Морозовской мануфактуре. Какие требования предъявили забастовщики? Собственно говоря, стачка произошла из-за того, что владельцы предприятия решили, что мы не будем терять никаких денег из-за экономического кризиса, мы просто уволим часть рабочих и наполовину снизим им зарплату. Как рабочие будут выживать, нас не волнует при всем при этом. Рабочие ответили им мощнейшей стачкой, которая в итоге привела к последствиям, из-за чего было введено довольно-таки мощное рабочее законодательство в России. И подобные фокусы для олигархов стали уже в России намного более сложно проворачивать. Распространение марксизма в России В 1883 году в одной из швейцарских газет появилось объявление об издании «Библиотека современного социализма». Этот факт свидетельствовал о возникновении первой российской марксистской группы «Освобождение труда». У ее истоков стояли бывшие народники – Плеханов, Засулич, Аксельрот, Дейч, Игнатов. В начале 1880-х годов они, находясь в эмиграции, начали серьезно изучать марксизм. За 20 лет работы группа издала более 250 произведений марксистского характера и повлияло на становление революционных кружков в России. Первыми сторонниками марксизма стали представители интеллигенции. Новое учение увлекало своей цельностью и основательностью, ясными и четкими ответами на вопросы о возможности ликвидации гнета капитала и построения нового справедливого общества на научных основаниях. Марксизм в России восприняли по-разному. Легальные марксисты, например, видели в нем лишь экономическое учение, раскрывавшее причины кризисов и предлагавшего пути их преодоления. Другие представители общественного движения использовали работы Маркса и Энгельса для обоснования необходимости вооруженной борьбы с существующим режимом. Успеху распространения марксизма в России способствовал несколько причин. Полиция основное внимание уделяла народническим кружкам, опасаясь возрождения в них террористических настроений. На фоне народников марксисты выглядели приверженцами мирного учения. К тому же, постоянные споры и дискуссия марксистов с другими революционными партиями и группами давали основания властям видеть в них раскольников, препятствовавших созданию единого оппозиционного правительства фронта. Сыграли свою роль и успехи марксизма в Европе, издавна служившей для революционной России путеводной звездой. Рабочие, вовлеченные в марксистские кружки, с одобрением воспринимали обоснованную критику капиталистических порядков, про возглашение пролетариата, главным борцом с существующим режимом и строителем социалистического общества, также не оставляло их равнодушными. Сыграло свою роль и естественная для людей тяга к моде, желание приобщиться к новой идеологии, которая содержала ответы на насущные вопросы. Так или иначе, марксизм привлекал передовых рабочих, которые в 1870-е и начале 80-х годов познакомились с идеями народников. Руководители первых стачек Петербурга и Москвы вышли из народнических кружков и воскресных школ. Марксисты заимствовали у народников и формы пропагандистской работы на фабриках и заводах, организация воскресных школ, кружков, выпуск листовок, индивидуальные беседы. Пользуясь недостаточно пристальным вниманием властей, новое учение о революционном преобразовании мира набирало силу. Определите предпосылки распространения марксизма в России. Довольно-таки просто. Марксизм, по сути, был основан на социалистическом учении и был в некотором роде больше учением о том, как капитал мешает по подлинному развитию страны и народов и вызывает самые разные кризисы. И предпосылками же развития марксизма в России было развитие промышленности. Марксистами прежде всего становился пролетариат, то есть рабочие на фабриках. Чем больше в России развивалась промышленность, тем больше становилось приверженцев марксизма. К чему призывали марксисты? По сути дела, они призывали к революции, но не на основе крестьян, а на основе пролетариата. Как интерпретировали учения Маркса различные общественные группы России? Некоторые воспринимали учения Маркса только как экономическую теорию, другие с помощью учения Маркса обосновывали военную и вооруженную борьбу против существующей власти, третьи наоборот, мирно призывали распространять это учение, чтобы через некоторое время произвести мирную пролетарскую революцию. Вопросы и задания. Какие изменения произошли в развитии общественного движения в последние четверти XIX века по сравнению с предшествующим периодом? Общественные движения активно очень развивались. Они, например, начали распадаться с единых лагерей на несколько разнонаправленных лагерей, как, например, либеральное течение распалось на умеренных либералов и революционных либералов. Также и революционное течение распалось, появилось дополнительное направление в виде марксистов. То есть происходило активное развитие общественных движений. Как вы думаете, о чем свидетельствует тот факт, что некоторые народники стали переходить в лагерь либералов? Очень просто. Отличие революционных народников от либеральных народников очень проста. Революционные считали, что нужно вести вооруженную борьбу, а либералы считали, что нужно проводить реформы. И очень многие, к счастью, люди осознавали, что нужно все-таки идти путем реформ, а не революции. Заполните таблицу «Общественное движение в преформенный период». Ну, вот она, данная таблица, заполненная мною. Я, конечно, фамилии заполнял, так как мне этого хотелось, так же, как и все остальное. Но, в принципе, она заполнена, исходя из того, что написано в параграфе. Можете ее спокойно использовать. Подготовьте сообщение об общественном рабочем движении в вашем городе, крае, республике. Ну, Московская область, здесь марксистов было много, стачек было много. По сути, та самая Морозовская стачка как раз-таки была в Московской области, город Орехово-Зуево. Так что, здесь рассказывать можно, в моем случае, крайне много. Но вы можете рассказать о том, что было у вас. Если, конечно, учитель задаст. Выберите два правильных ответа на главный вопрос урока. Что было характерно для общественного движения 80-90-х годов XIX века? Стремления либералов сохранить в неприкосновенности самодержавный строй? Ну, вовсе нет. Хотя, в некотором роде, некоторое направление либералов придерживалось такого. Усиление требований введения в стране Конституции представительного управления? Тоже нет. Широкое распространение террористических настроений среди народников? Вовсе нет. Рост рабочего движения и распространение марксизма? Ответ Г. Точно да. И, в принципе, ну, можно упомянуть все-таки ответ Б. Действительно, усиление требований введения в стране Конституции представительного управления. Да, оно все-таки усилилось, это требование. Пусть оно и было очень слабым, но все-таки усиление было. Так что правильные ответы Б и Г. Ну, с моей точки зрения. Работа с источниками. Из статьи Победоносцева «Власть и начальство» 1901 года. Сколько не живет человечество, не перестает страдать то от власти, то от безвластия. Насилие, злоупотребление, безумие, свои корыстия власти поднимает мятеж. Изуверившись в идеале власти, люди мечтают обойтись без власти и поставить на место ее слово «закона». Напрасное мечтание. Во имя закона, возникающие во множестве самовластные союзы, поднимают борьбу о власти, и раздробление власти ведет к насилиям еще тяжелее прежних. Дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, дело самопожертвования. Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно, людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того, все ищут власти, все стремятся к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится величаться, и, величаясь, впадает в странное мечтательное состояние, как будто она сама для себя существует, а не для служения. А между тем, непререкаемый, единый, истинный идеал власти во слове Христа Спасителя. Кто хочет быть между вами первым, да будет всем слуга. Слово это мимо ушей у нас проходит, как нечто не до нас относящееся, а до какого-то иного, особого, в Палестине бывшего сообщества. Первое условие власти есть вера в себя, то есть в свое призвание. Благо власти, когда эта вера сливается с сознанием долгой и нравственной ответственности. Беда для власти, когда она отделяется от этого осознания, и без него себя ощущает и в себя верит. Тогда начинается падение власти, доходящее до утраты этой веры в себя, то есть до уничтожения и разложения. Как описывает победоносцев модель власти, к которой надо стремиться? В принципе, он, конечно, описывает очень хорошую модель власти, когда, по идее, царь, он как бы является слугой народа. Но при всем при этом в России царь слугой народа все-таки не являлся. Опираясь на текст источника, докажите, что взгляды победоносцева являются консервативными. Очень просто. Победоносцев призывает отменить закон. По все-таки демократическим понятиям главное есть закон, слово закона, изменить который достаточно сложно. В то время как победоносцев говорит, что закон, тьфу, не надо обращать ни на какие законы внимания. Главное это служение власти, то есть служение царя своему народу. А законы, да кому нужны эти законы? Плевать на эти законы. А то, что слабая власть может этими законами натворить самого дикого беззакония, это победоносцева совершенно не беспокоит. Главное, чтобы царь-батюшка добрый был. Поэтому очень, конечно, консервативные взгляды у победоносцева в этом отношении.